Здравствуйте, товарищи зрители! Сейчас видео под названием В чем причина большинства головокружения и шума в ушах? И каково решение проблемы, а оно есть? Это видео я решил сделать совсем коротким и передать только факты этой проблемы и дать пути решения без долгих пояснений причинно-следственных связей. Дело в том, что многие люди не хотят их слушать, что, конечно, для меня прискорбно, но большинству действительно не хочется напрягать мозги и, как им кажется, терять время. Итак, причин может быть несколько, но самая распространенная причина – это избыток кристаллов кальция, некоторые из которых попадают в небольшие лимфатические каналы, трубки во внутреннем ухе. Эти каналы управляют равновесием. Так возникает и головокружение, и шум в голове, в ушах. А этот кальций берется из вареной и жареной еды и жесткой воды. Это карбонат кальция. Кальций же в органической форме, типа ароганита, соединение которого в составе сложных органических соединений, не прошедших термообработку, в хилатной форме не могут образовывать такие кристаллы. То есть кальций, получаемый из свежей, не вареной зелени, овощей и фруктов. Но, конечно, не у всех людей, кто пьет жесткую воду, ест в основном жареную и вареную пищу, есть такие проблемы с равновесием и шумом в голове. Хотя, конечно, есть другие проблемы. Так вот, дело в том, что именно такие проблемы есть, как я уже сказал, когда, во-первых, кристаллы кальция попадают в трубочки слуховых каналов. Это бывает не всегда. А во-вторых, когда имеется дефицит витамина D3 и витамина К2. Американские исследования показали, что этот синдром бывает в 20 и более раз чаще у того, у кого есть дефицит витамина D3. Напомню, что именно витамин D3 транспортируют кальций в клетки. Это как проводник. По аналогии, гормон инсулин проводит глюкозу в клетку. Точно так же. Проводят в ткани, в клетке и с крови. А у 95% людей, даже более, есть реальный дефицит витамина D3. И тогда кальция в крови становится больше. Больше нормы. И еще есть и такие люди, у которых в крови высокий уровень витамина D, но в клетках тканей его очень мало. Из-за проблем с рецепторами клеток к витамину D3. Это точно так же по аналогии, как это бывает с инсулином при инсулинорезистентности. Когда его количество инсулина в крови становится чрезмерно высоким. А в клетку проникает мало. Вот вам еще одна причина, почему стоит принимать витамин D3 дополнительно. Всем и каждому. Хотя и других причин к этому много. О чем я подробно рассказывал в моих других видео про витамин D3 и витамин К2. К тому же представьте и подумайте, могут ли быть еще и другие проблемы со здоровьем из-за этих кристаллов. Тем более, когда их там так много, что они даже в слуховые каналы иногда могут попадать. Итак, необходимо принимать витамин D3 и К2. Кстати, К2 это тот самый витамин, который не дает кальцию уходить и находиться в мягких тканях и сосудах. Витамин К2 удерживает кальций в костной ткани, где в основном он и должен быть. Очень много важных задач у этих двух витаминов. И очень много проблем со здоровьем при их дефиците. А потому я очень вам рекомендую, отнеситесь серьезно к этой рекомендации, посмотреть все мои видео про витамин К и витамин D. Ссылки я вам оставлю на них под этим видео. В идеале начните просмотр с двух видео про липосомальный витамин D3 и про липосомальный витамин К2. Что значит липосомальная форма, вы поймете из этих видео. Ну, а вообще есть два пути по приему этих витаминов. Это либо каждый день, либо раз в неделю. Дело в том, что эти оба витамина жирорастворимые. И они запасаются в печени, откуда и отдаются организму через кровь по мере необходимости. Норма приема такова. Десять тысяч международных единиц МЕ витамина D3 в сутки. Это норма приема. И сто микрограмм витамина К2. А потому, если вы захотите принимать, скажем, раз в неделю, то принимаете 50-60 тысяч МЕ витамина D3 один раз в неделю. И одновременно с витамином D3. Принимаете 500-600 микрограмм витамина К2. Одновременно с витамином D3 один раз в неделю. Кстати, при таком приеме раз в неделю в больших концентрациях эффект будет выше. Помните также о том, что витамины в липосомальной форме имеют 100% КПД усвоение. И о них прочтите обязательно по ссылкам и посмотрите в видео про витамин К2 и D3 в липосомальной форме. Внимание! Для вашего удобства и вашего внимания, чтобы оно не рассеивалось, все ссылки будут даны по единой, внимание, единой одной ссылке прямо под этим видео. Я вам ее оставлю. Вот, посмотрите, как это выглядит. Нажмите на эту активную ссылку и вы попадете на страничку на моем сайте youfrolov.blog, где и увидите все необходимые ссылки, все темы и ссылки на видео, которые я рекомендую посмотреть. И ссылки на товары, вот эти самые витамины К2, D3 в липосомальной форме. Там вы можете прочесть о них подробно и приобрести, кто посчитает это нужным. Напишите свой отзыв, комментарий под этим видео, ставьте пальчик вверх, проверьте свою подписку и перешлите ссылку на это видео своим друзьям, коллегам, товарищам. До новых встреч!